Жизнь в селе Счастливом станет еще счастливее. Завершился капитальный ремонт почти трехкилометрового участка автомобильной дороги. Все ремонтные работы на энергообъектах ведутся согласно утвержденному календарному плану. Эту тему обсуждали на совещании в Доме правительства. Аллея памяти и славы открылась в Карачаевске. Размещены фотографии ректоров, которые возглавляли вуз в разные годы. Заведующие кафедрами и старшие преподаватели. Как не попасть на уловки мошенников? За круглым столом обсудили эффективность работы по пресечению и раскрытию таких преступлений. Здравствуйте на телеканале Россия 24 вести Карачаева Черкесия в студии Майя Хамдохова. В селе Счастливом Прикубанского района республики завершается капитальный ремонт почти трехкилометрового участка автомобильной дороги. Приведение его в надлежащее состояние стало возможным после коллективного обращения жителей к руководству региона и распоряжения главы Карачаева Черкесии. На месте работ побывал и наш корреспондент Артур Мхце. Эта дорога ведет к счастью как минимум для жителей сельского поселения в Прикубанском районе республики. На протяжении многих лет собственники домов в Счастливом разбивали свой транспорт об условно проезжую часть улицы Советской. Но в ближайшее время данная проблема будет устранена. Здесь дорога была в ужасном состоянии. Протяженность дороги 2,6 километров. По многочисленным обращениям жителей села Счастлива, именно непосредственно улица Дальняя, по поручению главы Карачаева Черкесской республики Тимиризова Рашидор Борисовича делается эта дорога. Участок до улицы Дальней постепенно приходит на нормативное состояние, чего здесь на памяти многих сельчан не было никогда. По словам подрядчиков, все сложности решаются в рабочем порядке. В прошлом году начали снимать основания, укатывать грейдеров проходить. То есть укатали, дали людям возможность проехать аккуратно, чисто. Вот в этом году начали стелить вот в течение пару дней, думаем, что закончим. Очень будет удобно для людей. Две машины проезжают, ширина 5,60 у нас. Скоро времени дорога по Советской будет полностью заасфальтирована. Правда, тут возникает вопрос с ее долговечностью. Все-таки у некоторых фермеров имеются тракторы, другая довольно тяжелая техника. Как быть? Здесь для тяжелой техники приспособлена ли будет эта дорога или дальше как-то вот какие-то... Ну, я думаю, будет приспособлена, так как асфальт хороший, плотный. В прошлый раз измеряли, 7 сантиметров толщина асфальта была. Для безопасности автомобилистов и пеших сельчан на некоторых участках планируется установить искусственные неровности. Каких-то дополнительных ограждений здесь не будет. Уже через пару дней жители наконец-то смогут оценить преимущества дороги к счастью перед тем, что было тут раньше. Артур Мгц, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия, Прикубанский район. Министр образования и науки Карачаева-Черкесии и родительское сообщество республики приняли участие во Всероссийском родительском собрании с участием министра просвещения России Сергея Кравцова. Он сообщил, что учебный год начался штатно. В целом, по стране за парты сели более 18 миллионов учеников. Участники общероссийского родительского собрания задали министру просвещения интересующие их вопросы о развитии отечественной системы образования. Вопросы касались подготовки педагогических кадров, программы строительства новых школ и обеспечения равных условий обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Подготовку электросетевого комплекса к зиме обсудили на совещании в Доме правительства. Особое внимание уделено максимальной нагрузке распределительных сетей, обеспечивающих электроснабжение популярных курортов Сиберда, Домбай и Архыз. Все ремонтные работы на энергообъектах ведутся согласно утвержденному календарному плану. Подводя итоги совещания, председатель правительства Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов поручил завершить все намеченные мероприятия к 1 октября. Такой свет знаний зажег мой университет. Под таким названием на аллее памяти и славы Карачаева-Черкесского госуниверситета к началу учебного года заработала экспозиция, посвященная сотрудникам вуза, внесших свой вклад в становление и развитие университета. На аллее фотографии ректоров, которые возглавляли вуз в разные годы, также деканы, заведующие кафедрами и старшие преподаватели. Эти люди каждый день совершали незаметный подвиг, передавая свои бесценные знания, вкладывая в студентов любовь к науке. В открытии приняли участие министр туризма и курорта в республике Расул Тикеев, министр спорта региона Рашид Узденов, заместитель министра образования Фатима Бикижева, мэр Карачаевска Марат Урусов. Исполняющий обязанности ректора КЧГУ Таусултан Узденов подчеркнул, что каждый из этих преподавателей является частью богатой истории не только в УЗА, но и Карачаева Черкесии. Смысл фирософии 2-5 в том, что мы сейчас, естественно, радуемся тем успехам, которые университет достиг на сегодняшний день. И мы должны помнить, благодаря чьим усилиям, а именно предыдущим поколениям людей, которых с нами физически нет, которые останутся с нами, благодаря, прежде всего, их труду, их знаниям, благодаря их свету, который они зажгли, теплится здесь вот этот очаг, очаг тепла, очаг света, который озаряет нам, который дарит нам тепло в нашем университете. Продолжаем выпуск. Киберпреступность растет с пугающей скоростью, признают правоохранительные органы. В числе приоритетов в работе с дистанционными мошенниками стали меры по повышению информационности населения. Этой теме был посвящен круглый стол, который прошел в МВД республики с участием руководителей подразделений киберполиции, представителей общественности, средств массовой информации. Сатима Даурова подробнее. С телефонными и интернет-мошенниками сталкивались практически все россияне. Карачаево-Черкесия не исключение. По словам правоохранительной, с каждым годом число подобных преступлений растет. Мошенники совершенствуют схемы обмана и, несмотря на принимаемые меры, эффективность работы по пресечению раскрытия таких преступлений продолжает оставаться на низком уровне. В основном организаторы преступных схем и их исполнители, работающие в создаваемых колл-центрах, находятся за рубежом. Это осложняет изоблачение и задержание преступников. Только за январь и июнь текущего года в оперативную сводку МВД ПКЧР включено более тысячи фактов совершения преступлений с использованием ИТТ, а их раскрываемость не превышает 27,5%. Так, за пять месяцев 2024 года на территории нашей республики зарегистрировано 864 преступления данной категории. По аналогичному периоду прошлого года было 532 преступления, то есть рост составил плюс 62%. Преступление совершения с использованием ИТТ, а доля тяжких и особо тяжких ИТТ-преступлений составила 7%. Специалисты отметили, что дистанционное мошенничество – это социально звучащая проблема. Злоумышленники похищают сбережения граждан в основном с банковских счетов и карт, а в некоторых случаях сумма потерь может исчисляться миллионами. За прошедший год общая сумма ущерба населения республики составила более 330 миллионов рублей. В профилактике подобных эксцессов задействованы сотрудники уголовного розыска, участковые, сотрудники районных отделов полиции и полицейские психологи. Проходят встречи, беседы с населением, но этого явно недостаточно. Сотрудники в один голос заявляют, что только усиление профилактических мероприятий среди населения посредством подключения средств массовой информации, общественных организаций, образовательных учреждений увеличит объем владения информацией о способах мошенничества, что в свою очередь поможет уберечь людей от потенциального обмана. Предупрежден, значит вооружен. Начать с управления образования, чтобы они по школам это распространили, школьникам дать какие-то домашние задания, чтобы они провели профилактическую работу со своими родителями, дедушками и бабушками. Во-первых, дедушки и бабушки с удовольствием лишний раз пообщаются со своими внуками, родители тоже лишний раз пообщаются, а дети потом в качестве домашнего задания докладываются о проделанной работе. То есть, с одной стороны, мы вовлекаем детей, они и сами самообразовываться будут, с другой стороны, у них воспитательный элемент, ответственность за своих старших. В рамках круглого стола также обсудили сотрудничество с региональными и федеральными органами исполнительной власти, операторами сотовой связи, кредитными организациями, интернет-провайдерами. Но, как говорят сотрудники, самый эффективный способ борьбы с аферистами на удивление прост. Быть бдительным и, когда звонят с неизвестного номера, лучше вообще не брать трубку или, на худой конец, сбросить звонок. Фатима Дорова, Виктория Карпенко, Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Семья традициями сильна. В Карачаевске прошел отчетный концерт детского сада «Солнышко», посвященный году семьи. Как приобщить детей к культуре своей семьи, помнить и уважать семейные традиции? Об этом в нашем репортаже. Год семьи – это прекрасный повод, чтобы уделить особое внимание развитию семейных ценностей. Культурное наследие семьи передается из поколения в поколение и сохраняется на века. Все это было отражено на празднике. Хорошо, какая семья большая! Папа, мама, братья, сестры, я! Поздравить детей и вручить им грамоты за активное участие в конкурсах фамильного герба присоединилась Эльвира Эдиева, начальник управления образования Карачаевского городского округа. Семья – это самое главное в жизни каждого человека. Это близкие и родные люди, тех, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра, счастья. На семьях держится наше общество. Яркое и трогательное выступление маленьких патриотов детского сада номер 8 восторгают не только зрители. Сами дети с гордостью и честью представляют историю своей семьи, показывают любовь к родине. Демонстрация танцев с маками, разноцветными зонтами и необычными декорациями костюмов делает праздник не только торжественным, но и символичным. Период становления личности у детей начинается еще в детском саду, когда у них формируется рост психического, эмоционального и физического развития, рассказывают организаторы концерта. Мы хотели показать значимость семьи, то, что каждый ребенок должен гордиться своей семьей. И то, что он получает в семье, он все то хорошее будет передаваться последующему поколению. Важнее и ценнее, чем любовь и уважение своей семьи, может быть только ее история. Традиция просматривать семейные альбомы и напоминать детям о подвигах своих прадедов прививает детям непобедимый боевой дух, делятся впечатлениями родители. Это все тоже, конечно, сближает, очень сильно сближает, потому что совместное обсуждение, совместное решение, подчеркивание главных задач семейного воспитания, это, конечно, очень помогает определить самое главное, что важно в воспитании подрастающего поколения. Семья и семейные ценности не могут существовать друг без друга. Такие важные качества, как доверие, уважение, честность и даже прощение приводят к главному – к любви. Ведь именно семья и ее история помогают укрепить ту самую неповторимую любовь к родине. Майя Хамдохова, Алий Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. В Карачаево-Черкесии, в поселке Нижний Архиз, расположены древние храмы. Один из самых древних действующих храмов России имени святого пророка Ильи. Подробнее об этом расскажет Али Баташу. Церковь пророка Ильи называют еще Южным храмом Нижнеархизского городища. Он значительно уступает по размерам Северному и Среднему храмам. Но богослужения здесь совершаются регулярно, каждую неделю. Был построен как домовая церковь в X веке под влиянием восточно-византийских традиций. В конце XIX века в результате реставрации у сооружения появилась металлическая кровля и несвойственная стилю купол, а также пристройка с западной стороны. Храм действовал вплоть до закрытия располагавшейся здесь Александро-Афонской пустыни и был освящен в честь святого Александра Невского. Возрождение церковной жизни на территории Оландского городища началось в 1991 году. Именно тогда храм осветили в честь ветхозаветного пророка Ильи. С 2012 года обитель возглавил архивандрит Антоний Данилов. Древняя обитель Александра Невская, Второафонская, Зеленчукская пустынь. Она овеяна доброй славой. Во времена монашества здесь монахи занимались благотворительностью, занимались миссионерством и социальным служением. Они ухаживали за больными воинами гражданской войны. А само монашество – это путь отречения от мира, живя в мире. Монах – это молитвенник за мир. Богослужения под открытым небом стали собирать тысячи паломников из разных уголков страны. Особым уважением у верующих пользовался иеромонах Григорий Бочаров. И сел с вами во все дни до скончания века. Аминь. В древности пророку Илье молились о даровании и прекращении дождя. Крестьяне в сопровождении священника выходили на свои поля, читали молитвы святому, совершали крестный ход с его иконой, крапели освященной водой свои посевы. Не меньше почитают его и в наши дни. Святой Илья пророчествовал и открывал людям волю Бога. Низводил с небес огонь, как для наказания грешников, так и для знамений истинного богопочитания. Известен случай воскрешения человека по его молитвам. По преданию Илья был вознесен на небо живым. Он явится на землю перед приходом Антихриста и обличит его. Пророк Илья был послан, чтобы избавить людей от суеверий и показать им величие и истинность единого Бога. Считает настоятель храма пророка Ильи и романах Елеферий Казаков. Когда мы обращаемся к пророку Божию Илье, мы и спрашиваем его ходатайство перед Богом о том, чтобы он помог нам избавиться от наших скверн плотских. Избавиться от нашей нечистоты, от нашего углубления в постоянное язычество. Оно даже в нашей жизни до сих пор присутствует, к сожалению. Различные поверья, басни, сказки, различные гадания, которые мы видим на телевидении, астрология, гороскопы, различные знаки зодиака. Время идет, сменяя поколение священников и мирян. Ушли из жизни архимандрит Антоний и романах Григорий Бочаров. Но лампада веры, зажженная в древности, продолжает гореть. Не случайно взор еще одной кавказской святыни, Лика Христа, обращен на древние храмы Архиза, где проходят богослужения, собирающие множество паломников и туристов. Али Баташев, Ольга Савенко, Михаак Ракелян, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. Далее в нашей программе смотрите интервью многодетной семьи Булгаровых. А я с вами прощаюсь. Всего доброго.